Добрый день! С вами Андрей Шалыгин, National Explorer и CenterShot. Сегодня я вам хочу рассказать о наборах для разделывания трофеев. Вы знаете, что вообще трофейная охота и рыбалка делятся на три разряда по разделке трофеев. Big Game, Small Game и Fishing. И, соответственно, сделаны такие профессиональные наборы, которые сделаны специально для CenterShot. Той самой компании, которая выпускает вот эти вот ножи, о которых я вам рассказывал в предыдущем видео. И, соответственно, ножи этой компании продаются четырьмя крупнейшими американскими фирмами и европейской фирмой. Вот, значит, как ножи своего производства, но на самом деле они делаются в Китае, да. Значит, соответственно, эти же наборы сделаны этой же фирмой, я называть ее не имею права, да. Но они в Российской Федерации, они выпускаются под наименованием CenterShot. То есть это не какое-то говно, сделанное в Российской Федерации, да. И не какая-то там глиматья, которая взята с Алика. Это наборы, изготовленные под брендированием крупнейшего импортера, соответственно, товаров для спорта, отдыха и развлечения в Российской Федерации и странах СНГ CenterShot.ru. Это наборы профессиональные, то есть это не туристическая херня, которую делают там, блин, кизляре и прочей херне, там, блин, на коленке, да. Это промышленные вещи, которые сделаны по самым современным иностранным технологиям, да. И они сделаны по запросу конкретной российской фирмы для российского рынка. Значит, это Big Game, вот, это Fishing, вот, и это Small Game. Значит, я вам дальше поставлю, собственно говоря, рассказ самого владельца, ну, беседу с самим владельцем компании CenterShot. Вот, Романом Сучковым по поводу этих наборов. Сейчас я вам просто вкратце о них расскажу, да. Значит, это упаковка, которая предполагает, что вы можете эту вещь подарить, вот, да. Подарить охотнику, рыболову, соответственно, да, вот, любителю туризма, кемпинга, военному, соответственно, для зоны, соответственно, СВО, да, это достаточно хорошо. Что в комплекте входит, вот, в набор для Small Game, да. Шкуросъемник, разделочный нож, обвалочный нож, распорка реберная, вот, пила, перчатки, да. Это годится для автомобиля, это годится для рюкзачного ношения, для чего угодно, да. То есть, в принципе, это, как бы, кухонные принадлежности, только по названию. На самом деле, это кит для охотника, это кит для охотника. Это очень хорошая сталь, я вам потом все это там прочитаю, объясню, я просто хочу сейчас вам показать, да. Это перчатки, это, соответственно, пила, и она не соскакивает. То есть, вы когда пилите, вот, на обратном ходу, она, пила часто соскакивает, рабочую область мы используем не полностью, в конце у нас остаются недоходы, да. Вот, и это даже длинной пиле позволяет работать только на ограниченном участке пила. А вот этот вот ограничитель, он, собственно говоря, упирается в обратную сторону, и вы используете все полотно. Значит, вот эта вот межреберная распорка, она, вот, за счет вот этих вот подсекателей, она еще может использоваться для многих других вещей, и, соответственно, для установки определенных трапов. Ну, вы, соответственно, ловушки, да, да, собственно, растяжки и прочее, вы должны понимать, да, что такое трап. Значит, вот этот крюк, я хочу обратить ваше внимание, он здесь тупой. То есть вы, когда это стропорез вообще-то называется, да, но вообще-то делается надрез, вставляется этот крюк под шкуру, и распарывается вся шкура на проход по месту будущего разреза и обвала, да. Вот, и, соответственно, вот это шкуросъемный нож со специфической формой, да, соответственно, подрезать и разрезать шкуру в месте будущего реза, да. Вот, оно не рвет шкуру на обратном ходу, потому что здесь закругление есть, и поэтому у вас не соскочен стропорез при подпоре шкуры, да, соответственно. Универсал, обвалочный нож, они стандартной формы, которые используются для, соответственно, этих действий, то есть это не выдуманное просто так, это сделанное достаточно грамотно. У них здесь пласторезиновая рукоять, мягенькая, не скользящая при любой скользкой, слизкой там, соответственно, поверхности. Их хорошо видно на траве или еще где-то, вы не потеряете, даже если у вас упал нож куда-то, его, в общем, хорошо видно. Соответственно, они с отверстиями для того, чтобы эти крепить. И вот так как здесь еще есть дополнительные, соответственно, емкости, вы сюда можете положить там, да, и тот же самый соль, там, и тот же самый перец, и все остальное прочее. И вот такой небольшой наборчик в ударопрочном пластике, очень компактный, соответственно, где все грамотно уложено. Он служит для того, чтобы разделать любого кабана, вот, да, и что-то в этом, соответственно, диапазоне соответствующее, да. Длина лезвия 103 мм, 93 мм, 123 мм, да, вот. Сталь 3-хром-13, вот, для пилы и для ножей, да, то есть это хромистая сталь высокой прочности, причем она универсальная, да, она не быстро тупящаяся, она долго держит за водку. Вот, основа использования этой стали, соответственно, в ножах, да, это хромистая сталь 3-х-13, вот, и 2-х-13 для, соответственно, межреберной распорки, да. Вот, здесь же в инструкции имеется, соответственно, схема разделки туш мелких животных, соответственно, как это по обвалочной технологии положено. Включая три ножа, распорку для ребер животного, стерильные перчатки, компактную пилу, материал рукояти ТПР резина и полипропилен, материал лезвий, сталь 3-х-13, да. Вот, это комплект Small Game, да, теперь мы посмотрим комплект Big Game, да, это лось, медведь, олень, лань крупная, да. Вот, соответственно, схема разделки лося, что туда входит, соответственно, вот здесь нарисовано. Мы здесь это всё прочитаем. Три ножа, четыре инструмента для разделки, крупной дичи, точилка, разделочная доска, материал рукояти ТПР резина, материал лезвий, сталь 3-х-13. Вот, все эти пальцы здесь изложены, распорка здесь побольше, 300 миллиметров, ребра пошире и потолще, и она помощнее. Точилка, соответственно, на два захода для заводки и правки ножей. Вот, топор, значит, нож 110 миллиметров, шкуродёр, пила более длинная, вот, значит, 222 миллиметра, перчатки, вот, крюк для того, чтобы поддевать что-то, это можно и подвешивать, и растягивать, потому что вот сюда стропу завязываете, вот стропа, она сюда в рукояти натягиваете, и вот этим делом можно это и подвешивать саму тушу, да, вот, и какие-то куски мяса там брать, оттягивать что-то, да, вот, при подрезке и обвалке. Значит, значит, здесь IC201 на крюке, она не должна разогнуться, вот, поэтому здесь другая сталь, универсальный нож, разделочный нож, вот, и комплект перевязок, жгут, стяжки, паракорд и плюс разделочная доска. Это всё находится вот в таком вот чемодане, вот, это всё находится вот в таком вот чемодане, сама коробка маркирована логотипом Центршота, вот, это сделано по спецзаказу, ничего этого нигде вы не купите, это можно приобрести только в самом Центршоте и у его дилеров, которых в Российской Федерации и странах СНГ более 200, вот, поэтому там спрашивайте, вам, соответственно, это всё закажут в Центршоте, можете купить в интернет-магазине самого Центршота, центршот.ру. Обращаю внимание, здесь уже в зависимости, в отличие от того набора, видите, полностью резинный ТПР без полипропилена, здесь металлический, литой, соответственно, это всё фрезерованное, но это из одного куска, болстер, вот, это и гигиеничность, и ударопрочность увеличивает, там, да, и по этой штуке можно стучать, если вы хотите, соответственно, это дело подстучать тем же самым топором по ножу или чем-то ещё другим. Здесь отверстие под паракорд, оно металлическое, втулка, значит, закреплено, то есть это всё более надёжно, вот, и, соответственно, здесь присутствует вот такой вот нож, ещё топор, в отличие от того набора. Здесь это разделочная доска, она сделана из пластика гигиенического, с нескользящей поверхностью, то есть и мокрая здесь не будет скользить, она, а потому что слегка такая перфорированная, да, она не перфорированная, а с выступающей шашечкой, да, вот, здесь имеется пила, крюк, распорка уже на 4 отверстия, а не на 3, как там, да, ну, и вот здесь вот паракорд, перчатки, соответственно, резиновые стяжки и, соответственно, пластиковые стяжки. Это всё не просто от балды, соответственно, сделано, это придумано и разработано профессиональными охотниками, да, и это не просто как бы скомплектованный набор, нам хер знает кем, вот, здесь тоже имеются, соответственно, ещё свободные места для того, чтобы вы сюда что-то могли, соответственно, складывать, и вот для того, чтобы разделать всю добычу и заняться кухарней какой-то прям на месте, как любят, собственно говоря, на крови, да, скажем так, вот, отдыхать и готовить охотники, вот, сразу там и соли, и перец, и можно сразу всё это приготовить, там, и печень, там, ещё что-то, там, как любят сразу после охотники, охоты охотники, закусывать, там, собственно говоря, здесь всё есть, да, то есть и шкуривание, разделка, обвалка и приготовление, и для всего этого предназначен этот компактный набор. И как набор прекрасный, и как подарок прекрасный, и материал отличный, и главное, что эти вещи, они могут использоваться и по основному назначению в другом применении, то есть тот же самый топор, тот же самый нож, там, вот, всё ещё остальное прочее, вы это можете использовать и как универсальный, соответственно, не только для того, чтобы разделывать трофеи, но и для обустройства лагеря и всего остального прочего, да, вот, и набор фишн, набор фишн себя включает, ножи специфической формы из той же стали 3Х13, вот, в него входит филейный нож 8 дюймов, мусает, это, соответственно, для заводки ножей, вот, этот нож 208 мм, вот, плезвие имеется в виду, вот, филейный нож 6 дюймов, 158 мм, разделочная доска, двусторонний нож для удаления крупной и мелкой чешуи, да, вот, и, соответственно, три ножа мусата, разделочная доска, материал рукояти, цепиа, резина, полипропилен, материал лезвий, сталь 3Х13, значит, аналогично любому рыболову в подарок, и себе, соответственно, в автомобиль, на рыбалку, вот такая вот, вот такая вот штука, звонить мне никого не получится, да, соответственно, я не отвечаю ни на какие звонки, если я даю свой номер телефона, соответственно, для чего-то, я его даю этого для чего-то, но только не для звонков, звонки ни от кого я не принимаю, значит, посмотрите, здесь совершенно другая форма, которая, рукояти, антискольжение и опорные части, именно из-за того, что рыба выделяет слизь, и от этой слизи очень все ездит, соответственно, хорошо, здесь нижняя часть сделана, средняя и боковая, то есть, другая форма совершенно завода, здесь иной больстер, чем у мясных ножей, да, вот это вот длинный, соответственно, средненький, вот это для мелкой чешуи, это для крупной чешуи, а это, собственно говоря, поддевало, да, вот, ну, мусат для заводки, это тот, кто, соответственно, вот, знает, и вот так закрепляется, соответственно, доска, да, вот в этом ящике достаточно еще места для того, чтобы вы сюда укладывали что-то, что имеет отношение к рыбалке, рыбаку всегда, рыболову всегда не хватает всяких херовинок, куда можно положить всякое это самое, поэтому вот этот пенальчик, да, соответственно, он может использоваться в том числе в качестве емкости для всем, что вот связано с хранением, переноской и всем остальным прочим, то есть, куканы туда положить, там еще там что-то, в общем, не важно, вот, специи, кто-то любит, собственно говоря, хорошую морскую рыбу, сразу там присаливать, порезать, там, да, и через полчаса там кушать, да, ну, также можно, конечно, и белую рыбу, там, вот, да, но это зависит от того, в каком она состоянии в водоеме выловлена, да, какой породы и где, вот, поэтому я, в принципе, сейчас поставлю, рассказ самого владельца компании, да, и хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что это специально подобранные, специально разработанные, да, соответственно, логотипированные, адаптированные и брендированные для российской фирмы заказаны наборы в компании, которая выпускает для четырехамериканских одной европейской фирмы ножи с очень известным названием, это очень качественный товар, аналога этого товара, вот, вот, там всякие, там, экспедиции, сплавы, и все, это полная херня, это алик, да, а это профессиональные наборы очень высокого качества, да, которые и не стыдно, соответственно, профессиональному охотнику иметь и не стыдно подарить, в общем-то, достаточно состоятельному человеку. Центршот.ру, наборы в продаже, и если хотите получить все это на месте, то спрашивайте у дилеров Центршота, коих более 200 по странам СНГ. Ну, вот, пока уж мы в Центршоте, чтобы сам хозяин, собственно говоря, компании нам что-то объяснил. То есть, это вообще, как бы, выездные туристические барбекю-сеты, которые в основном предназначены либо для загородного дома, либо для автомобиля, либо для выезда куда-то на природу, на охоту и так далее. То есть, не паришься, бросил все это сразу в одном чемодане, и у тебя все там включено, что может пригодиться, да, для того, чтобы, соответственно, расправиться с трофеем. Так? Да, все верно. То есть, ну, изначально это все-таки призвано для того, чтобы разделывать трофеи. То есть, нарисован, собственно говоря, лось, с разделкой его туши по частям на категории мяса, и как правильно это делают, да? Ну, понятно, что все... Люди просто у нас топор берут и рубят, где пришлось, да? Да, мы брали этот топор и рубили дерево. Здесь с ним вообще абсолютно ничего не произошло. Набор достаточно большой и позволит использовать его для чего угодно. То есть, все верно, держать его в машине вполне себе актуально. Боль старцелековый, я сразу вижу, да? То есть, это, собственно говоря, гигиенично и практично, и мощно, да? То есть, также подправить лезвие точилочка. Набор ножей шкуродеров, да, соответственно, у нас тут еще и стропорез, он же используется как жилорез. То есть, если вот эти вот, соответственно, сгибательные части суставов есть у жилия, вот этот вот, собственно говоря, стропорез используется для подрезки жил и как шкуродер. То есть, этим крюком, обратным хватом зацепляем шкуру и, собственно говоря, подрезаем ее, не портив само мясо. То есть, подрезается шкура, а не мясо, потому что вот эта штука не входит в тушу, а просто зацепляет шкуру, пошел, и она просто подспаривается, да? Соответственно, здесь удобная блюзиновая рукоятка, очень хорошо сидит в руке, соответственно, яркая... То есть, это не пластмасса, эта штука, она такая, да, мягенькая. То есть, она, вот, собственно говоря, прожимается. То есть, это не пластмассовая херня, да, а это серьезный инструмент. Он в яркой маркировке, чтобы он на фоне травы и всего остального прочего не потерялся, если он упал. Ну, это крюк, все это поддевать, подцеплять. Пила также нужна, собственно говоря, для того, чтобы распиливать зикуски и кости на детали, и иногда суставы и все остальное прочее. Вот, и это у нас интересная штука. Я все время чужие вещи боюсь дергать. Вот. Так. Вот. Для чего это надо? Да. Для распорки ребер. Для распорки ребер. Вот. То есть, это дело вставляется и разводится, да? И тогда мы получаем доступ внутреннюю часть туши, которая становится, собственно говоря, расперта вот этой вот вставкой, и мы спокойно внутри можем там оперировать, да? То есть, она разводит, собственно говоря, ребра для того, чтобы спокойно очистить внутреннюю часть. Ну, у нее есть еще несколько других назначений, да? Ну, собственно говоря, наверное, надо поддеть туда, не, нет, нет, все правильно положим, но я просто вот сначала под этот зуб подсуню, а потом под тот. Вот. Вот. И здесь у нас имеются дополнительные, собственно говоря... Стяжки, перчатки. Да. Да. И резинки и так далее. То есть, все для фасовки и упаковки в пластиковые пакеты и связывания вместе. То есть, вот, как бы, комплект, который достаточен для того, чтобы себе какую-то часть взять и, собственно говоря, с собой это все ввести. Ну, и, собственно говоря, досочка для того, чтобы все это было. То есть, не надо там придумывать фигню с какими-то там волшебными, нетупеющими ножами, которые один годится для всего, там, да, и стоит 50 тысяч. А надо взять просто профессиональный набор и не парить себе мозг. То есть, там есть перчатки, комплект перевязок, паракорд, вот, собственно говоря, толчинка. Вот. Универсал, разделочный, шкуросъемник и топор. Вот. Хорошо. Вот здесь подопты только уже для... Это для рыбаков, да. Вот, для рыбаков. Ножи совершенно другой формы, совершенно другой организации, потому что требуется тонкая работа. Вот. Правила, соответственно, профессиональная, да. И вот длинные ножи для точной разделки. При этом здесь рукоять анатомическая, такого же материала, собственно говоря, не скользящего, потому что там слизь и все остальное прочее. Вот, соответственно, у нас в рыбе, что дает хорошо ножу соскакивать. Вот. И, соответственно говоря... Подчистит она. Да. Это на крупную и мелкую чешую насечка, соответственно. И специальная дочка под длинную рыбочку. То есть вот такой вот, соответственно, чудненький выездной набор под рыбу. Но на самом деле это все можно использовать и дома, вне, собственно говоря, да. Вот. Вне, собственно говоря, процесса ауду. Работать с супруги рыбакам, да, как ты привез. Да, да, да. Я привез, я отдал, вот тебе, собственно говоря, инструмент, вот, да. И он нигде не воняет рыбы, ничего. Он закрыт, убранный и так далее. И со всеми ножами не валяется. И всегда заведенный, заточенный. Не надо перед всем этим делом готовиться для того, чтобы вот это все сделать. А это малый вариант для разделки туши. То есть если у вас не лось, там, а кабанчик, вот. То есть не медведь, не лось, не крупные олени, а кабанчик обычный охотный за ситки, то вот такой вот уменьшенный вариант. То есть, соответственно, у нас пила сокращается. Вот. Вот. На одно кольцо меньше робереразводитель, вот, соответственно. И ножички для более тонкой работы, да. То есть, собственно говоря, мы там имеем меньше диаметр голени, поэтому вынуждены работать более тонко. То есть это на всю всякую мелкую дичь. Вот. Соответственно, тот на крупную добычу, а этот на мелкую добычу. Это довольно компактный, вот, и хороший набор. Вот много места не занимает. И не надо возиться с тысячей, собственно говоря, различных геморроев с какими-то профессиональными кузнечными ножами. При этом я хочу показать, что это все центр-шот. Это не что-то там такое. Это, собственно говоря, маркировано изначально центр-шотом, упаковано в упаковку центр-шотом. Произведено, естественно, это за границей. Да. За границей. А если не секрет, в какой стране? Они сейчас популярные и дружелюбные. Да, это Китай. Да, это Китай. Но это хороший Китай. Это хороший Китай. То есть эти ножи уже побывали в деле, и отзывы о них крайне положительные. То есть разделывали рыбу и туши. То есть они не купятся, не ржавеют, ничего абсолютно с ними не происходит. Все покупатели, в общем-то, абсолютно довольны. Это у нас сейчас продается очень хорошо, с учетом того, что у них красочная и хорошая упаковка, подходящая. Под подарочный вариант любому охотнику, путешественнику, туристу. Просто мужчине, да? Да, абсолютно верно. И подарив этому мужчине, тем самым мужчина может подарить его женщине, которая этим будет заниматься. И сэкономить деньги на своем подарке, передарив его жене. Прекрасно. Я считаю, что вот за последнее время вот в этой сфере, в которой крайне мало различных новинок, крайне мало. И тем более вот в наш какой-то период, где все встало, что вот это, конечно, некий достаточно большой шаг вперед, которого за много лет ни на каких охотничьих рыболовных выставках мы в последнее время ни от кого так и не видели. Раньше были вот эти какие-то все наборы, но там все рассыпалось, была полная херня какая-то, да? Там из обычной стали три были ножи, там, да? А здесь какая сталь? Здесь сталь. Ну, я по отблеску так понимаю, что ага, три хром-13. Вот, понятно. То есть это хромистая сталь, вот, легированная, и, собственно говоря, 13% свыше ста, и это достаточно хорошая, собственно говоря, сталь. ТПР резина, сталь 3 хром-13. Это вполне себе достаточно долго держащая заточку. Да, абсолютно, да. И характеризует именно пользоваться. То есть заточку держит, отлично себя показывает. Да, ну, 13% хрома – это, в общем, как бы медицинский инструмент. Там добавка есть, собственно говоря, для мощного, там, ванадиевые, вот, там, всякие, да? А 13% хрома – это уже, как бы, вполне себе медицинский продукт. Вот, вот, то есть скальпели из этой же стали, в общем, собственно говоря, и делаются. Правда, не все, конечно, ну, вот, как сейчас делают многоразовые скальпели, вот, они именно вот из такой стали. То есть она не хрупкая, не особо, там, собственно говоря, тупящаяся, вот, да, она имеет средние характеристики, да. Оооп.